лучше не прерывать так это ушла и что он работает уже можно говорить ты мне даже не предупредил я жду думаю когда он загрузит интернет и так у нас интернет не согласен было и разногласия с интернетом то что он невежественный ему все равно что тут читают и шапанишат воздушные темы у него свои капризы вот наш результат видите представьте если не будет электричество и все все наши достижения она аннулируется просто но если так теоретически говорить конечно как-то люди будут находить выход источника энергии но нам на самом деле не нужно так много использовать энергии для чувственных наслаждений этот избыток существует сегодня чувство ненасытное по по жизни не требуется так много удобств так много денег или так много электрической энергии или атомной энергии для цивилизованной жизни требуется так много энергии энергии есть более высшего порядка и человек может быть очень могущественным без этих искусственных как будут энергии искусственно добытых энергий как не в допустим вот об этих энергиях здесь и говорится выше панишат но это секрет не знаю удастся ли нам раскрыть все эти секреты все не удастся но что-то удастся раскрыть всяком случае мы увидим что это знание приложимо к нашей жизни вот это очень важный момент секреты раскроется наверное но позже в процессе применения пока достаточно того что вот мы видим как и насколько это актуально к каждому человеку абсолютно абсолютно истины ведь и существует применимо и так культивирование невежества и культивирование знания и культивирование невежества приводит к адскому существованию к адским условиям жизни причем людям даже нравится такой образ жизни развиваются такие вкусы например люди могут радоваться несчастьем других а успехом других расстраиваться завидовать это адское существование то адские миры так начинаются потому что божественной мире вы не увидите чтобы кто-то радовался когда кому-то плохо среди святых вы не увидите такого поведения таких чувств это извращение в адских мирах также наслаждаются насилием бессмысленным есть конечно насилие осмысленное когда идет праведная война допустим или какие-то наказания требуется насилие применяется безусловно в связи с законом но в адских мирах просто нравятся различные формы насилия как развлечения бои гладиаторов там вот в древнее время и сегодня тоже есть такие подобные вещи людям нравится бойни устраиваются люди говорят вот хорошо кому-то очень нравится такая жизнь это невежество если нравится если для меня это подходит почему не могу так жить нет же панишал говорит вы не сможете так долго жить вы почувствуете что больше не сможете так жить хотя не найдете причины люди не понимают что причина в скотобойнях их несчастье не знают как это связано причина воин в том что люди едят много мяса они не понимают что причина их несчастье семейной жизни что не различает материю и дух они даже об этом не думают они очень далеко ушли в невежество но тем не менее люди начинают чувствовать что невозможно так дальше жить вот по этому критерию поймете что вы живете в невежестве и наука который вы пользуетесь тоже невежественная и образ жизни в котором вы живете тоже невеже потому что вы приходите к страданиям вы больше не можете так жить продолжать и не знаете почему кто поможет это как будто от маха мы этот еще термин встретим в этой книге от маха убийца души собственной души как бы самоубийцы уже я не могу жить так и культирование знания говорится так называемого еще хуже когда под видом знания науки преподносится невежество это еще хуже результат будет еще хуже здесь перечислялись прямо по пунктам в комментарии мы читали это прошлый раз обсуждали все эти пункты это из бага вадгиты или гита панишат называется разъяснение что же такое знание что в нашем понимании знание то может быть ну какой-то предмет мы изучаем математику допустим если вы изучили математику высшую то вас считают ученым человеком хотя бы больше ничего не знаете может быть вы не знаете не к религии никакого отношения не имеете не к пониманию материи духа не знаете кто вы есть на самом деле как душа вы то есть вы не знаете как устроено мироздание вы не знаете зачем вы живете смысла не понимаете но вы знаете высшую математику и у вас есть степень научная и вас считают ученым так вот и но в соответствии с предыдущими шлоками это культивирование невежества что вы не знаете основополагающих вещей поэтому здесь нужно было писать да раз растолковать в комментариях что же такое знание и здесь вот 18 пунктов мы прочитали начиная со смирения и заканчивая поиском абсолютно истины вот последовательно эти качества нужно качество развитые знания это качество не просто систематизированный как бы набор информации чтобы систематизировать какую-то информацию скажем да вот нужно ну годы образования 11 лет в школе еще потом нужно если высшее образование еще добавляется примерно такое же время прежде чем у человека сформируется вот такое вот миро воззрение систематизированное и представьте вы только представьте как как какое в какое положение человек попадает если ему предлагают течение 20 лет образования систематизированное невежество вот только представьте как трудно оттуда выбраться будет поэтому да сразу нужно сказать что вот эти качества которые описываются здесь аманит вам адам битва махим сакшантер арджа вам это читали прошлый раз смирение скромность чистота принятие духовного учителя не насилия отсутствие ложного эго осознание что старость рождения болезни и зло не привязаны слишком сильно к собственности к семье к детям и все это описывают и все что про противоположно этому говорится здесь есть невежество а информация приходит уже вот на эти две платформы на форму качеств или отсутствие качества одна и та же информация совершенно разные пути представит одна информация если вы принимаете смирение значит у принимаете духовный учитель и высшие силы над собой признаете она вас приведет к богу если вы получаете ту же информацию в невежестве вы отвергаете бога принимаете просто какую-то вот для пользования выгодную информацию для своего престижа и выгоды она приводит в ад хотя все это знание от бога если принимаете вместе с богом это знание если без бога это невежество одно и то же знание одно и то же также как одна и та же деятельность говорится может привести к богу может привести в ад если она связана со служением богу приведет к богу если служить и служите своим чувствам своей славе или своей нации не знаю там разные измы есть приведет к страдания знания есть невежество это иша паниша то есть бог и есть источник знания все что с ним не связано есть невежество это подтверждается также боговата пуране вот таким коротким сжатым как бы в виде который нужно конечно же расшифровать начали должен показать практически как это работает с примерами с историями с подробными объяснениями и воодушевить дав как бы вот этот смысл жизни при этом при этом даче смысл осмысление себя и жизни чтобы воодушевился человек получил энергию для исполнения этой нелегкой задачи до сама за самоосознание воодушевление главный фактор и мы продолжим читать комментарий мы должны сегодня закончить три странички в современном обществе даже юнец считает себя независимым и не оказывает никакого почтения старшим и из-за порочной системы образования в наших университетах молодежь всего мира причиняет старшим только головную боль любой старший это знает хорошо младшему не объяснить пока он младше если старшему скажет об этом сказать без тебя знаю не вмешивайся мою жизнь поэтому шиши панишат подчеркивает разницу между культивированием невежества и культивированием знания современные университеты по сути дела являются рассадниками невежества ученые в них занимаются разработкой смертоносных видов оружия способных стереть с лица земли целые страны но так пропады прямо до говорит об этом неужели так вот в этом истина неужели не ничего интересного хорошего что наука нам сделали университет эти дали послушайте внимательно да несомненно мы очень много удобства имеем благодаря какой технологиям современными и прямо сейчас пользуемся вот этими технологиями хотя и критикуем что-то невежество но пользуемся служение богу пользуемся но суть цивилизации распознается не по внешним факторам деятельности не по внешней культуре а по мотивам этой деятельности суть цивилизации так же как поведение человека это еще не суть что на хорошо одет и живет в хороших апартаментах и знает какие-то науки образование имеет это еще не суть суть его мотивы зачем он это делает а может быть он не добрый человек при этом поэтому суть она секретно как бы она скрывается сердце самого человека или в сердце цивилизации и что какие сейчас службы засекречены вот там есть суть цивилизации это самые опасные службы это военно-промышленный комплекс почему потому что в мире есть вражда это суть современного мира вражда оказывается то есть внутри за этими как бы достижениями цивилизации вот эта суть опасно очень поэтому провод здесь просто говорит об этом минуя все эти вот как бы приятные вещи цивилизации что это преис ай шрея шрея отсутствует пресс приятные вещи присутствуют окончательно конечная цель отсутствующие конечная цель у материалистов господствует над миром это секрет секрет всех государств всех империй при этом не предлагают всем хорошие вещи но секрет в том что они хотят над ними господствовать это рассадники невежество это как бы линия образования вектор образования современном мире целиком сегодня но еще панишан осуждает такую линию то есть эта цивилизация безбожная потому что никто не должен господствовать это в мире кроме бога нынешним студентам университет университетов ничего не говорит не говорят о результат о регулирующих принципах брахмачарии жизни ученика принявшего целомудрия до сегодня нет института брахмачария брахмачария это воздержание это разделение полов то есть это первый этап жизни человека его воспитывают в жизни брахмачария в сознании брахмачарии брахмачария не общается с женщинами близко он обучается этого института сегодня не существует и здесь и говорится вот с этого начинается невежество а сами они не не имеют веры в наставление священных писаний наше время люди проповедуют религиозные принципы только ради карьеры и славы они для того чтобы из их преемником применять на практике таким образом вражда проникла не только в общественную жизнь и политику но и в сферу религии вот нарушая принципы ишепанишат мы сталкиваемся с враждой но вражда бывает разная разная если продолжать любую вражду культивировать к чему она приведет вы понимаете к уничтожению а выражается на обычно в словах сначала в поведении словах и злая речь это уже предвестник смерти так описывает пурана предвестник поэтому мы избегаем плохих слов то есть мы хотим но как бы мир миротворчество миротворчество начинается с того что мы говорим хорошие слова находим хорошие качества людях пытаемся видеть душу трудно это трудно это принять в наш ум в нашу внутреннюю жизнь человека с плохими качествами практически невозможно ум не принимает ум отторгает это его природа неприятен не этот человек но разум и священное писание говорят относись равно ко всем же существам ну и кто будет сильнее мой ум мои пристрастия либо мой разум и вот культирование знания это культирование разума а культирование невежество это культирование ума они умные но они враждуют У них есть враги, есть друзья, у них есть приятное и неприятное. Они руководствуются этим принципом. Разумный выше находится мудрец, он не руководствует этот принцип приятный человек и неприятный, он видит законный карму, он понимает влияние времени, понимает его эволюционный уровень, его прошлую деятельность понимает, его будущее понимает, мудрец. Поэтому его не затрагивают такие вещи, как приятное и неприятное. Руководствуется более высоким, высокой энергией. Но это высокое понимание, этот разум, человек может обрететь только через практику Брамачаи. Если он ведет распутную жизнь, свободную жизнь, наслаждение чувств, нерегулируемый, он никогда не сможет подняться на этот уровень. Сексуальная жизнь, она призывает человека к наслаждению в итоге. Мы видим это, видим, что в браке люди сначала могут так чисто, платонически любить друг друга, хотят пожениться с чистыми намерениями. И, казалось бы, хорошо, все согласны, действительно, они любят друг друга, посмотрите, хорошая пара, все радуются, поздравляют, праздник. Но когда они вступают в нерегулируемые сексуальные отношения, их отношения переходят на платформу чувственных наслаждений, начинают жить, как кошка и собака. Почему? Причина в том, что у них нет института Брамачария, они не живут в целомудрии, нерегулируемой сексуальной жизни. И так это распространяется повсюду, да, поэтому, как сказал Ачария, проблема этого мира не в том, что есть Белый дом и Кремль, а в том, что вожделение нерегулируемо. Поэтому люди живут, как кошки и собаки. Отсюда это возникает и политика, и культура, и образ жизни, и все на свете. Поэтому начинается с Брамачария, Ашим, оккультирования, знания. И видите, даже в сферу религии, правопад говорит, проникла вражда сегодня. Вот он наблюдал еще, он 50 лет назад писал эти комментарии примерно. Наблюдал уже в то время, полвека назад, он наблюдал, что в религию, ну и до правопады тоже историки наблюдали, такие явления, как крестовые походы, различные формы насилия неоправданные, как выяснилось позже, неоправданные. Это было, как бы, ну невежество. Темные времена Средневековья так называли. Хотя это было религиозное время. И религия предполагает, что люди не должны быть во тьме. Тем не менее, говорят, вот, видимо из этого они во тьму попали, что стали религиозными, не так ли? Нет, потому что они не следовали. Культивирование невежества привело к возникновению и развитию в различных частях света национализма и шовинизма. Сегодня что-то у меня зрение слабое. Национализма и шовинизма. Культивирование невежества. Смотрите, что такое культивирование невежества с этой точки зрения. Это организованное невежество. Каково? Как звучит? Ладно, человек глупый, но когда глупость организованная, то можно трудно понять. Люди сбиваются с толку. Это же великая организация. Знаете, как нацистам верили многие? Нацистам верили вся Германия. Потому что все это было хорошо организовано. Вот так. Нацисты были великие организаторы. Дисциплина, технологии и прочее. Организация была великая. Коммунисты тоже были великими организаторами. И поэтому люди убеждают, что организация сильная. Где вы сегодня видели сильную духовную организацию? Смотрите. Ну, кроме ИСКОН. ИСКОН это единственная организация. Причем проповедническая организация. Он этим и занимается. Но это, наверное, на сегодняшний день единственная организация, которая вместе, коллективно проповедует. То есть у нее распространяет и шипанишат, проводит лекции, семинары. То есть посвящает жизнь этому. Организованно. И эта организация тоже влияет на сознание людей. Что у вас есть? О, у вас есть уже город в Майяпуре. Свой город есть духовный. Это впечатляет. Не только город. У вас там есть храм Ведического Планетария. Это чудо света. Одно из чудес света строится. Уже почти построено. Ведический планетарий. Вы там увидите в этом храме. Всю модель вселенной, представьте, что в Ведах описано. Это паразит воображения любого человека. И храм уже, купол уже все построен, уже наблицован. То есть там идут такие уже внутренние работы. Вон уже шаг за шагом сдаются все эти этажи. Огромный. Вон один из таких титанов мировой архитектуры. И люди слышат, а ну это серьезная организация. Значит что-то в этом ее серьезное. Тут организация помогает понять. А если вы там отшельник, лежите в Селоминой хижине, повторяйте светоимена. Ну, больной человек. Несчастная жизнь сложилась неудачно у человека. Видимо, жена бросила или что-то. Или умерла. Или деньги все потерял. Или кто-то обидел до смерти, что он решил больше отречься от всего мира. Нет, нет, организация, значит, и в семье организации, в труде организации, духовная, смотрите, и в политике духовной организации, и в культуре духовной организации. Вот это цивилизация. Это культивирование знания на самом деле. Организация помогает в этом. Вот. А у нас мы видим, что национализм, шовинизм, патриотизм. Будьте осторожны. Хорошее слово. Но будьте с ним осторожны. Очень легко патриотизм переходит в национализм. Вот нужно гранью ту чувствовать. Патриот, сейчас современный патриот, ему трудно не противопоставлять свой патриотизм, патриотизм другой страны. Это переходит в национализм. Таким образом. Но позиция духовная в том, что если вы признаете ценность вашей родины, вы признаете, вы цените, вы любите, как любите свою мать. Вы должны также понять, что другие люди так же любят свою мать и так же любят свою родину. Точно так же, как вы. Тогда это более-менее равенство будет какое-то. Не будет национализма. Так же будете уважать друг друга. Даже у животных есть такие отношения, которые нужно уважать. Знаете, что такое цивилизация? Знание. Корови поклоняются как матери. Почему? Это же животное. Люди смеются на западе. Вы поклоняете животному. Что вы за аборигены? Где ваша культура? Почему животное? Нет, не животному поклоняемся, а потому что она мать, одна из матерей человека. Это знание, вы видите? Это культивирование знаний. И что лучше? Уважать корову как мать или резать ей глотку на бойне? Где цивилизация, простите меня? Люди все перепутали, видите? Где же знание? Где неверность? И так организованы эти вещи, они опасны. Много насилия, много конфликтов. Люди не хотят думать о том, что наша крошечная планета всего-навсего сгусток материи, плавающий в необозримом космосе. Вместе со множеством, со многими другими. По сравнению с необъятностью космического пространства, эти сгустки материи подобны пылинкам, плавающим в воздухе. Но Бог так добр, что сделал эти сгустки самодостаточными, наделив их всем необходимым, чтобы парить в пространстве. Пилоты космических кораблей, очень гордятся своими достижениями, но не доставят на внимание верховного пилота гигантских космических кораблей, называемых планетами. Раньше читал фантастику, и там была такая смелая теория, что самое удобное создать космический корабль в форме планеты, и жить там, и лететь по месту назначения. Не просто какую-то, знаете, консервную банку, такую, знаете, железную, с горючим, и жить там в такой аскезе. Когда общались с одним космонавтом, он рассказывал, какая там аскеза, как сложно было некоторым космонавтам, буквально чуть не до летального исхода, привыкать к неисломости. Сначала кажется, о, как хорошо, там легко, что-то необычное, да, у вас нет веса, где потолок, где пол, все, все по-другому. А потом вы не можете, почему? Оказывается, когда вы живете на земле, сила тяготения, она как бы регулирует вашу кровь по-другому. Там нет силы тяготения, кровь начинает равномерно в голове, в ногах, то есть по-другому совершенно давление распределяется, кровеносные системы. Вам нужно время, время, чтобы просто к этому привыкнуть. И вы никуда ничего не можете сделать, вернуться не можете, ничего не можете сделать, просто ждете, что с вами будет. Потом их награждают после полета, что, ну это героизм на самом деле, да, это риск здоровья и риск жизни серьезный. То есть это герои все, все герои, герои стран. Поэтому фантаст писал, строите планету и запускаете. Люди читали, потом думали, потрясающая теория, не видя, что планеты уже запущены все. Где знания, где невежество, объясните мне. Потрясающая иллюзия какова. Уже столько планет в живой, они мечтают еще одну планету создать. Планета уже запущена, Земля, мы уже летим по назначению. Только нужно понять, куда, в ад летим или в рай летим. Нужно управлением, как-то, ну, справиться с управлением не можем. Похоже, в ад все-таки мы еще летим, да, с зигзагом в ад. Это одна из станций будет, так скажем. Хотя назначение земное, оно должно быть выше, но есть и другие пути отсюда. В космосе рассеяно бесчисленное количество солнц и планетных систем. Мы бесконечно малые частицы Верховного Господа. Пытаемся господствовать над этими бесчисленными планетами. Ну, вот еще одна форма университета. Пытаться господствовать над тем, что я даже не знаю. Я даже не знаю, где заканчивается Вселенная. И пытаюсь тут управлять уже. Где она начинается, где заканчивается, где я вообще нахожусь, в каком месте. В любом месте я управляю. С любого места пытаюсь господствовать. И животное пытается господствовать, и человек пытается господствовать. И даже Индрагопа, говорится, микроб, пытается господствовать в этом мире. Не осознавая окружающей действительности. Это человека тоже касается. Да, мы же знаем больше, кто-то скажет, микроб. Или насекомое, или животное. Но мы-то знаем, что есть другие планеты. Мы видим, вот названия им даем красивые. Венера, Юпитер, Марс. А это Солнце, мы примерно уже что-то знаем. Мы же не животные. Не это определяет уровень сознания человека. А для чего вы это все знаете? Животным почему такие знания не нужны? Потому что оно просто ест, пицца, выкупляется, обороняется. Это и так понятно. Любое животное знает, что это делать. А если мы знаем про Солнце, про Венеру, хотим лететь на Луну, что там делать? Ей, спать, выкупляться, обороняться. Зачем так сложно? Лучше стать животным и все. Зачем? Чтобы есть, спать, выкупляться, обороняться, нужно лететь на Луну. Дорогостоящие все. Столько усилий. Зачем для этого? Такие сложные условия. Комфорт, кровати, мебель. Столько работать нужно. Животное хочет спать, но спит без денег бесплатно. Гостиница не нужна. Коммунальные услуги оплачивать не надо. Есть шкура хорошая. Удобно. Вот поэтому существуют животные формы жизни. Для тех, кто деградировал, когда живет с целью наслаждения чувств, познает мир с целью наслаждения чувств. Это культивирование невежества. Но под видом знания, смотрите, как опасно. Ведь он же ученый при этом еще. И великий ученый. А кто наградил его? А такой же, как и он. Не свыше, нет, нет, нет. Такой же, как и он. Либо глупые люди признали его. Необученные, да? Духовно. Так, много планетных систем. Продолжительность жизни человека должна составлять около 100 лет. Но они постепенно сокращаются. Она сокращается до 20-30 лет. Из-за невежества воцарившегося в обществе одураченные люди создали на этих планетах свои страны. Чтобы за 20-30 лет испытать как можно больше чувственных наслаждений. Здесь Бруппада говорит, что вместо 100, 20-30 лет. Если мы откроем седьмую песню Шримад Бхагава, там, где Прохлад Махарадж дает наставление, Святой Царь дает наставление среди демонов. Вот была такая история удивительная. Был Святой Царь, Великий Святой Царь. В династии демонов явился он. И он дает наставление демоническим людям, сострадая им, потому что к их роду принадлежит. Он им сочувствует, что они культируют невежество. И они хотят просто наслаждаться. Они для этого учатся, для этого действуют, для этого сражаются, чтобы обрести больше чувственных наслаждений. Он говорит, что на самом деле мы живем, смотрите, мы где-то около половины жизни тратим на сон. В демоновической культуре это возможно. Потому что сон, это еще понятие, нужно изучить, что такое сон, да? Такое неосознанное состояние. Дрема это может быть, глубокий сон, со сновидениями. Или это может быть лишние фантазии, прожекты. Это все приравнивается к сновидениям, к сну. Бесплотной жизни. Где-то половину жизни бы во сне. Треть, или где-то сколько там, или четверть, на дорогу. Одна часть, четвертая примерно, уходит на неосмысленное существование детства. А другая, треть, уходит на немощь, старости. И то есть вот сама по себе жизнь, если вы говорите наслаждаться жизнью, вы можете не больше 20-30 лет, это в лучшем случае. Всего-навсего. Если так оценить, что практически вы не имеете времени. Сто лет вы не можете наслаждаться. То есть так же описывается это. Как устроена наша жизнь. Когда работал в пожарной охране, там несколько лет в свое время, у нас тоже был пост на улице, такая будка, где нужно было круглосуточное дежурство, потому что это полувоенная организация, и туда вход запрещен людям, то есть она охраняется, охраняемая. И должен быть постовой. И там был график, где каждый дежурит по очереди днем и ночью, суточно. По два часа каждый так распределялась. Значит, каждый сидел два часа днем и два часа ночью. Нужно было. И мы менялись. Однажды один из наших уже таких пенсионеров, практически там работников, взял бумагу и посчитал. Так, я работаю тут, значит, 25 лет. И столько-то дежурств. И в каждое дежурство я, значит, по четыре часа сижу в этой будке. Сколько присижу в будке за все это время? И всем стало интересно, да, да, сколько, сколько. Ну-ка, посчитал. Два года, говорит. Я трачу свою жизнь два года сидеть в будке, смотрите. Как собака. С точки зрения кармы я заслужил это, сидеть в будке. Я не думаю, я думаю, я постовой. Да, возможно. Но по факту ты просто сидишь в будке. Как получилось так, что ты живешь, сидя в будке? Я не знаю. Я постовой, погодите, у меня есть знания. Я работаю, это моя работа. Я знанием руководствуюсь, да, общественным знанием, социальным знанием. А с точки зрения сил природы, ты просто сидишь в будке. Ты наказан. Ты хочешь сидеть в будке? Нет. Но тебе дали гордость, ты постовой. Вот тебе оружие, вот тебе будка, сиди. Собаки говорят, вот твоя будка, вот цепь, вот твоя территория, охраняй. Она тоже с гордостью это делает, собачья жизнь. Извиняюсь за цинизм, вот этих деталей жизни. Но мы можем все это увидеть глазами знания. Как на самом деле протекает жизнь человека того или иного. И мудрецы, они видят эти вещи, и они понимают будущее. Поэтому они понимают будущее. Счастье в обществе зависит не от того, сколько вы красивых измов создали, теорий, надежд дали людям. А сколько вы причинили насилие на этом пути. Счастье можете обрести на пути только без насилия, не применяя насилия. Как же установить нам истину, и шепанишат, не применяя насилия? Оружие используются только знания. Благодаря знанию. Уничтожить нужно не вежество, не людей, не животных. Не одно живое существо. Не нужно причинять насилие. Нужно освободить это невежество. И оружием становится знанием. Итак, глупые люди пытаются так провести границы между своими странами, чтобы все были довольны. Но это практически невозможно. И ради этого каждое государство становится источником беспокойств для других. Помню, это в мою юность был конфликт на острове Даманском. Из-за острова Даманского. На Дальнем Востоке я жил. Китай попросил этот остров. Это река. Река, и на реке этот остров Даманский. Ну, он как бы не был занят там. Собственно, я думаю, не было ничего. Может, там были какие-то деревни. Может быть, нет. Я не помню. Кажется, ничего не было. И Китаю не отдавали. Ну, потому что границы не нарушались. Советского Союза. То есть, поэтому политика. Не отдавали этот остров. А китайцы просили этот остров. Настаивали. Вроде бы, дружественная была страна. Тоже коммунистическая страна. Но не договорились. Был конфликт. И да, Китай просто пошел на этот остров. Просто занимать этот остров. Началась там война локальная. Это в советское время. Остров Даманский нашумел. Китайцы выбили оттуда. Показали свою силу. Тоже оружие. Армию подтянули туда. У меня мой друг там один был, с которым я общался. Он был ранен там на Даманске. В спину. Они стреляли прямо через границу. Кого видели, стреляли. И те стреляли друг в друга. Вот так было. И конфликт не утихал. Никаких переговоров, ничего. Все продолжалось, продолжалось, продолжалось. Какое-то время возникало напряжение. Все уже готовились к войне вообще с Китаем. Что будет война. Такое напряжение было. Нашли выход. Знаете, какой выход? Помните историю? Взяли оружие соответствующее. Уничтожили остров полностью. С лица земли стерли. Сейчас там река течет. Так и черпали конфликт. Это границы, за которые человек будет бороться. Жизнь отдавать. Эти границы, которые люди установили, они теперь их охраняют. Очень подробно. К чему это отнести? К знанию, к невежеству? Иногда бывает сложно. Но еще Панишат говорит конкретно, бескомпромиссно. Все, что порождает насилие, невежество. Это бессмысленное насилие. Больше 50% государственных ресурсов растрачивается на оборону. О развитии духовного знания никто по-настоящему не заботится. И тем не менее, люди без всяких на то оснований гордятся прогрессом, кавычки, материальной и духовной науки. В этом примере с Даманским мы не хотели говорить, кто там прав политически, кто виноват. Мы не об этом говорили. Мы говорили просто о мировом заблуждении. Все в чем-то правы и одновременно в чем-то виноваты. То есть знания и невежества, они смешиваются в этом сложность. Никто не поверит лжи, если там нет доли правды. Любая ложь должна основываться на какой-то правде, иначе ее не примут. Ложь сильна именно в связи с правдой. Ну а правда сильна только без лжи. Потому что как только в правде обнаруживают элементы лжи, отвергают и правду, видите. Вот это сложная ситуация, людям сегодня распознать эти вещи. Поэтому вопрос принципиальный, обратитесь к Богу. К знанию, как к качествам, принципиально, фундаментально. Ментально мы не разберемся. Не хватает разума, да, не хватает даже решимости. Потому что, как говорится, вместе с водой грязной младенцы выпали с ним. Мы боимся принимать решительные меры. Опять будет насилие какое-то. Нет, знания должно быть. Никаких насилий. Просвещение. Си Иши Панишат предупреждает нас о порочности такой системы образования. Бхагавадгита учит тому, как можно обрести истинное знание. Эта мантра гласит, что знания, видео необходимо получить от тхиры. Вот новое слово здесь появилось. Тхира. Слово тхира означает невозмутимый. Тот, кого не беспокоит, материальная иллюзия. Но человек не сможет постоянно сохранять невозмутимость до тех пор, пока он не достигнет совершенства духовного самоосознания. Невозмутивый человек, значит, вы не можете, майя не может его спровоцировать. Да, есть многие соблазны, да, вот. Люди живут хорошо, потому что обманывают других. И это провокация для других. А мы почему, зачем нам честно жить? Давайте тоже так же, почему они же это делают. И они хорошо живут, обманывая, беря взятки там или махинации какие-то они делают. Но они хорошо живут. И таким образом их, значит, ум беспокоится. Они не могут быть невозмутимыми, да, так к этому относиться. Невозмутимо, как можно относиться. И начинают делать то же самое. Это тхира, да, тхира будет невозмутим. Как? Такой человек подобен лотосу. Если даже лотос погрузить в грязную воду, он не загрязняется, потому что не смачивается водой. Невозмутимый, чистый. На совершенной стадии духовного самоосознания человек избавляется от всех желаний и скорби. Тхира понимает, что материальное тело и ум, который он получил, более или менее случайно. В результате соприкосновения с материей чужды ему. Поэтому тхира просто стремится извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки. Невыгодная сделка – жить в материальном мире. Невыгодная сделка. То есть ничего нельзя поделать. Это как в ресторане, знаете, хорошем, пятизвездочном. Невыгодно. Всегда в три дороги, в четыре дороги. Просто поесть. Но люди идут туда. Почему? Там чувственное наслаждение. Там вас обслуживают. Там музыка. Там общение. Ну, в общем, рестораны. Да, это клака такая. Для чувственных наслаждений. Там знакомятся мужчины и женщины. Ну, в общем, все там, все там. Все там грехи, пожалуйста, могут быть. Ради этого человек эту невыгодную сделку принимает. Платит деньги. Но, как правило, всегда в конце возмущается. Ну, откуда такая сумма? Ну, простите. Ну, не настолько же уже вообще. Еще и чивы и просят. Ну, вообще обнаглели. Ну, и все потом выходят и критикуются эти рестораны. Как извлечь пользу из невыгодной сделки? Да, Майя такая. Майя предлагает там то, другое, третье. Чуть наслаждения. Потом счет предъявляет. Да, простите, 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 простите. Ну, неужели в ад я пойду? Да за что? Да все же так жили. И так человек не вдумевает. Ну, что же с моей жизнью происходит? Но как же извлечь выгоду и стать тхирой? Для духовного живого существа материальное тело и ум являются невыгодной сделкой. Тело всегда что-то требует, требует, требует. Ешь, 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 ешь. Потом раз, печень заболела. Теперь плати деньги на лечение. Копи деньги, копи, потом лечись на эти деньги. Все, больше никак. Если у вас очень много денег накоплено, даже больше, чем на лечение, знаете, для чего они используются? На вашу дорогу в ад. Как раз хватит копейка в копейку. Билет столько и будет стоить. Вот такая система, видите, вокруг. Невыгодная система для нас. Сколько ни копи, все, потеряешь. И сам еще дорогу в ад оплатишь потом. Вот майя, что творит. Предназначение живого существа – заниматься разнообразной деятельностью в живом духовном мире. Живой духовный мир, боже мой. Не соскучились еще? Все, наверное, скучают просто. Из-за невежества мы отвергаем эту идею. Духовный мир существует ли он? Почему так думаем? Только по одной причине. Я не знаю о нем ничего. Скудный запас знаний. Но материальный мир мертв. Пока живые духовные искры манипулируют безжизненными сгустками материи, этот мертвый мир кажется живым. На самом деле только живые души, неотъемлемые частицы высшего живого существа приводят этот мир в движение. Те, кто узнал об этом от высших авторитетов и реализует это знание, следуя регулирующим принципам, называют тирами. Здесь написано авторитеты. Кто-то мне сказал слово немножко из криминального мира, может быть, как-то его заменить. Там тоже авторитеты. Люди так понимают слово авторитет сегодня. Представьте себе, это криминальное слово какое-то вообще. Где знание, где невежество? Все запутались. Хорошие слова вроде бы применяем. А люди говорят, неприступна ли эта организация? У них слово, смотрите, какое здесь. А у них авторитеты тут есть свои. До чего дошли, а? Это хорошее слово. Тот, кто хочет следовать регулирующим принципам, должен найти истинного духовного учителя. Авторитет, да? Духовный авторитет. Трансцендентное знание и указание касающееся регулирующих принципов ученик получает от духовного учителя. Никак иначе. Важнейший принцип, если мы говорим духовная жизнь, духовная жизнь начинается с принятия духовного учителя. Никак иначе невозможно. Иначе мы остаемся в этой невыгодной сделке просто в том же самом ресторане. С хорошими мыслями. Иногда думают о Боге тоже. Знаете, закуривают сигару, бокал вина ставят, начинают обсуждать божественные темы. Как приятное время провождения духовное. Нет, это аскеза, это упорный труд, это преодоление себя, это борьба, не на жизнь и на смерть. Вы должны победить рождение и смерть. Это серьезно. Вам нужен духовный учитель, если вы хотите встать на духовный путь, серьезно, необходим гуру. Такое знание невозможно получить, идя опасным путем невежественного образования. Стать тхирой может только тот, кто со смирением слушает истинного духовного учителя. Видите, опять смирение, это первое качество знания. С этого и начинается духовная жизнь. Если вы принимаете духовный авторитет, это проявление смирения. Вот так начинается знание. К примеру, Арджуна стал тхирой, смиренно внимая самому Господу Кришни, Верховной Личности Бога. Совершенный ученик должен быть подобен Арджуне, а духовный учитель практически равен самому Господу. Качественно равен. Он должен иметь качество духовное. Количественно никто не равен Господу, но качественно можно подобиться, потому что мы духовные. И Господь, и Душа духовные. Таков процесс получения види, знания от тхиры невозмутимого. Значит, мы должны найти человека, который невозмутим, не имеет склонности к наслаждению чувств, и занят служением Богу в мыслях, речи и поступке. Это тхира. Атхира, тот, у кого нет подготовки тхиры, не имеет права давать наставления и руководить другими. Современные политики, объявляющие себя тхирами, на самом деле атхиры. И они никому не могут дать совершенного знания. Ну, политик, лидер, на самом деле это великая жертва, жить ради других нужно, ради блага всего общества. Это тхира должен быть. Должен жертвовать своим временем, знаете, это великий путь служения, занимать такое положение. Но, пропаги современные лидеры, они извлекают выгоду большую из этого. Нет тхиры. Их интересует только размер вознаграждения, которое они могут получить за свой труд. Разве смогут они направить людей на истинный путь самоосознания? Таким образом, для того, чтобы получить истинное образование, нужно смиренно слушать тхиру. Так, мы закончили комментарий сегодня. Десятые мантры ишепанишат. Нам предстоит прочитать еще восемь мантр. Вот такой у нас видите, тема такая, революционная духовная тема, духовная революция, без насилия. Вопрос от Андрея Тарасова. Почему на живых существ обрушивается столько бед и несчастья, несмотря на то, что Господь в форме сверхдуши находится в сердце каждого из них? Из-за невежества. Господь как сверхдуша в сердце находится. Но есть также гунны материальной природы, которые он дает нам, чтобы выполнить наши желания свои, независимые желания от него. Только в гунах материальных это можно сделать. Вне гунн мы просто служим Богу, опираясь на Его волю. Причем свободно это делает. По собственному желанию, из любви и так далее. Но если есть независимые желания, отделенные от Бога, как отделить живое существование, но неотделимо от Бога? При помощи гунн материальной природы. поэтому человек находит прибережье в гунах. Например, солнце светит для всех. Парамат мои в сердце каждого, пожалуйста, солнце для всех. Но кто-то уходит в тень, забирается в нору, там живет. Есть живые существа, которые не выносят солнечный свет. Есть также люди, которые не выносят духовные знания. Поэтому они находят прибережье в гунах этой энергии Бога, в гунах он дает это прибережье там, где они хотят. Никита Греков, если все есть Бог, как же что-то может быть связано? Как же в таком случае говорить о невежестве это значит невежества нет? Да, это логическая формула. Логически так. Невежества нет, есть отсутствие знания. Так можно сказать тоже. Просто по-другому выражаем мысль то же самое. Как мы сказали невежество оно пользуется энергией знания. Само по себе оно пассивно. Все равно что есть что нет. Как предмет. Он может быть нам нужен, может быть не нужен. Он пассивен. Это невежество. Но если в руках скажем человека этот предмет то он уже какую-то функцию несет. Видите. Уже как бы он участвует. Например воин берет оружие в руки. Оружие это просто предмет. Мертвый предмет. Что есть что нет. Но в руках живого существа он обретает какое-то качество. Но само по себе невежество оно что есть что нет. Илья Журков может человек по долгу службы использовать злую речь по отношению к подопечным. Нет. Не надо использовать злую речь ни при каких обстоятельствах. Нужна справедливую речь. Почему должна быть злой? Просто говорите правильные вещи. Почему должны зло извлекать из сердца? Зачем вам это зло в сердце? Вы извлечете зло из сердца оно начнет развиваться. Вы можете то же самое сделать не злыми словами. Это трудно сегодня нам. Это очень трудно говорить правду и еще при этом быть добрым к тому кто неправильно поступает. В этом наша сложность современных людей. сразу позволяем себе недобрые чувства. Ум кажется другом помогает в трудные минуты наставление гуру приводит но пришла реализация что он хочет контролировать душу. Как выйти из этого положения быть под руководством гуру? Ум контролирует душу. Так и просто следовать надо наставлению ум постепенно должен измениться. вопрос практики поймите мы имеем привычки привычки ну скажем есть дурная привычка вот контролировать наслаждаться спорить вспылять конфликтовать привычка откуда эта привычка потому что мы это делали раньше в этой жизни или в прошлой жизни от кого-то переняли мы это делали или кто-то делал нам передал этот вкус мы это практиковали теперь мы хотим изменить это должны изменить практику это называется дисциплина для того кто не склонен к этому это называется дисциплина для того кто уже обрел эту природу это не дисциплина это свобода это принцип свободы живи честно но у него клиптомания он приобрел клиптомания он просто берет и ворует знаешь нужно жить честно. Как быть ему? Нужно практиковать это. Постепенно нужно научиться этому. Через практику. Гуна карма называется. Совершаете действие, оно влияет на ваше качество. Улучшаете качество, это влияет на вашу деятельность, возвышает. Ухудшаете качество, деятельность ухудшается. Деятельность начинает улучшать, качество улучшается. Видите, взаимодействует качество и деятельность, качество и деятельность. Поэтому качество, если у меня недостаточно, я вижу, я должен начать с деятельности хорошей. Я плохой, но буду делать хорошие вещи. Постепенно, 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 это регулярно делать, это станет моей природой, моей привычкой. Как объяснить логически, что можно получить тело животного после смерти, а получение тела человека, есть много историй, как люди вспоминали свои предыдущие воплощения, но как быть с животными формами? Я не очень понял вопрос, как с ними быть, с животными формами, как вспомнить, в смысле, не надо. Неприятные воспоминания. Как логически объяснить, что можно получить тело животного после смерти? Логически, это легко. Просто понаблюдайте, понаблюдайте. Вы называли какого-нибудь человека скотом, животным, да? Иногда в гневе так могли сказать про кого-то. Почему? Потому что человек так себя ведет. Это поведение, если он ведет себя вот на уровне таких животных инстинктов, что такое животное? Животное пашу на санскрите, пашу. И пашу достигает своей цели с агрессией, применяя агрессию. Он находит какой-то объект чувств, пищу или деньги, да, для кого-то, это не знаю. Для животного пища, может быть, или самка. Для человека это может быть деньги, власть, неважно объекты. Это объект чувств, наслаждение чувств. И добивается этого при помощи агрессии. Сразу выпускают когти, клыки, начинают рвать друг друга за кусок пищи. Это пашу называется, сознание пашу называется, то есть животное. С этой точки зрения мы видим, что вот есть человек, он двуногий, а животное четвероногое. Но то и другое пашу действует одинаково. Значит, будьте уверены, что это путь в животную форму жизни. Раз уже сознание пашу. Как можно донести до современных лидеров учения вед для практического применения этих знаний? Донести до ученых? Для современных лидеров. Современных лидеров. Современные лидеры, они отгораживаются от учения. То есть политикам запрещено принимать какое-то учение, кроме официального какого-то учения. Им не позволяется службам, которые управляют миром. Во всяком случае, я знаю, насколько мне доступны те страны, которые я знаю. Они не хотят, чтобы политики были пристрастны только христиане или только мусульмане. У нас светское общество равноправие, поэтому мы должны быть нейтральны ко всему этому. Поймите, может быть это и персонально, может быть это не очень высоко в знании, но необходимо сейчас. Почему? Потому что вражда достигла очень, ну как бы, ну такой кульминации, знаете, сегодня в религии. Что если мы позволим какой-то религии, религиям как бы свободу дадим, они создадут большой хаос, большие беспокойства. Мусульмане будут утверждать свою власть, христиане будут свою власть, православные, католики свою, и это очень сложно будет. Поэтому политики, они как бы в этом смысле сейчас очень хорошо сделали нейтралитет. Я для вас не христиан, не мусульман, я просто вот представляю власть, закон и нейтралитет ко всему. Мирный, так мир поддерживается каким-то образом. Но знание, знание, как бы вне конфессиональное знание надо иметь, образование нужно иметь. И к этому идет постепенно вопрос. Знание должно быть общим, культура должна быть одна у всех конфессий, у всех стран, у всех людей. И культура одна должна быть. Чистота. Чистота помыслов. Ильшат Ильясов. Нужно ли стремиться ко второй инициации, ставить это как цель в духовном прогрессии? Или это придет само по себе, по милости старших преданных? Цель служения, не инициации. Цель это служение. Если для служения вам необходимо второе посвящение, да. Как самоцель, ну это скорее как карьера, может быть, да, больше. Неплохая карьера. Но все же это вот оттенок материальный. Но если вы хотите лучше служить Кришне, то, несомненно, вы должны получать посвящение. Можно ли гордиться тем, что служишь Гуру и Кришне? Можно ли материальную гордость трансформировать в духовную? Гуру, Кришна, преданное служение. Гордость может быть и материальной при этом. Если вы противопоставляете свое положение другим, это будет материально. Если не противопоставляете, ваша гордость не противопоставляет. Это духовно. Для каждого класса людей предписана своя гордость. Предписана. Потому что не гордиться ничем невозможно. У нас тоже есть это Аханкара, есть Илья, вот эта истинная гордость. Есть законная гордость, есть ложная гордость. Например, рабочий, он гордится, что он честно трудится и хорошо исполняет свой долг. Богатые люди, которые делают деньги, извлекают капитал, да, они гордятся тем, что совершают благотворительность в обществе. Это и гордость. Не просто деньгами, количеством денег, а то, что сколько благих дел они делают. Также гордятся правителей мира тем, что они готовы отдать свою жизнь ради своих подданных, ради блага и счастья своих подданных. Готовы жертвовать своей жизнью. Это хорошая гордость. Браман не должен ничем гордиться. Священник. Если он начинает чем-то гордиться своими знаниями, он становится моего, один персоналист. Он просто гордится, что он слуга Бога, больше ничем. Не противопоставляю. Он видит, что все тоже слуги Бога, как разница, все просто по-разному служат. Он видит равенство. Как проповедовать начинающим фанатичным преданным? Человек повторяет святое имя, соблюдает принципы, но презирает мясоедов и навертцев. Что ему говорить? Или это пройдет само? Пройдет, да. Я путешествовал когда-то давно-давно-давно-давно-давно в поезде в Владивосток, в купе. У меня были спутники тоже, семь дней мы ехали вместе. Я там проповедовал им. Они у меня все регулирующие принципы соблюдали семь суток. Я не понимал, что я людей просто терроризирую семь дней в этой проповеди. Он перепугал уже кармой, там, чем угодно. Я настойчиво это делал. Но они, правда, интересовались. Не то, что я навязывал. У них был интерес. Но я, конечно, передавливал. И про мясо там, про все на свете. Они, чтобы съесть свое мясо, в тамбур выходили. Чтоб я не видел. И там в углу вскрывали консервную банку, знаете. И я их застукал еще к тому же. Боже мой, какой был конфликт у нас там. Как они переживали потом. В общем, я им в жизни не давал. И там еще и кадрыш был у нас. Они постились все у меня. Но это прошло, видите, сейчас я так не поступаю. Я даже больше могу сказать. О тех временах. Вы будете смеяться, но тогда было не до смеха. Я однажды прочитал, чтобы эти танцы расставать, я говорил своим ученикам, что моей воде нужно бить башмаком по голове. Но я так и сделал. На публичной программе. Я говорил о Кришне. Какая-то там женщина сказала, я Бог закричал. Вот удобный случай. У меня сразу вспомнил прям башмак. Это была зима. Я сидел на сцене. Представьте. Большой зал был. Это Уфа было. Город Уфа. Питком набитые народы был. 90-е годы. Где-то середина. Нет, начало. 92-й, 3-й. Ой, люди валом шли тогда на эти лекции. Это было что-то новое. Вот они хотели узнать. Еще не было антисектантской пропаганды. И не было этого ничего. Была такая свобода, знаете, как в океане. Свободно туда и сюда. Везде вас слушают. Везде людям интересно. И вот полный зал. И одна женщина вдруг завопила в этой тишине. Я Бог. Зима. И у меня были такие десантские башмаки. Знаете, огромные такие. Но они никогда не изнашиваются. Они вечные. Там даже металлические пластины вставлены. Знаете, десантские военные. Какие-то офицерские были. Подарок был такой. Я в них ходил. Ходил, потому что им с носу не было. Они стояли рядом. А я сидел на подстилке. И эти башмаки тут недалеко были от меня. Я говорю, если вы Бог, тогда вот остановите меня. Я сейчас подойду и вам дам башмаком по голове. А вы меня остановите, если вы Бог. Она говорит, давайте. Согласилась на это. Ну, я понял, что это надо делать. Зал. Ему интересно всем людям. Все люди смотрят. Сейчас тишина. Так, знаете, все. С большим интересом. Я встаю. В частичных носках. Беру этот башмак. Вот такой огроменный. Женщина такая прическа. Солидная. К ней подхожу. Она так оторопела. И прям по голове. Ба-бах башмаков. Тут меня заклинило. Понимаете? Что-то с мной случилось. Я стал вдруг это делать постоянно. Я не мог понять, что нужно остановиться. Мне тоже как-то волнение какое-то хватило. И она три удара вынесла. Потом ударила меня в живот. Я остановился. Пошел все на сцену. Люди молчали. Зал не знал, как реагировать. Тут женщина снова завопила. Вы тоже не Бог. И зал зааплодировал. Было доказано, что никто здесь не Бог. Я сделал только один раз это в жизни. Больше не повторял никогда. Это фанатизм. Мы проходили через этот этап. Мы искренне верили. Понимали так. В то время не было руководства. Я думаю, что в присутствии духовного учителя я бы не сделал. Он меня остановил бы. Ты что, сумасшедший? Ты что делаешь? Сядь и иди отсюда вообще. Тебя нельзя пускать на сцену. Тогда не было. Это была свобода. Беспредел был в стране. И мы тоже беспредел чинили. На том фоне это было органично. Сегодня нет. Сегодня вы должны знать, что такое культура. Знаете, из какого невежества выходил Советский Союз? Вы не поверите, из какого глубокого невежества выходили люди в то время. Они были воинствующими атеистами в полном невежестве. Просто воинственными. Даже не атеистами. Потому что они даже атеизм не знали толком. Как науку. Были просто напичканы какими-то стереотипами. Люди были в таком невежестве. Сегодня огромная разница. Сегодня самое главное для того, чтобы людям объяснить что-то. Это логика аргументы. Логика аргументы. В таком потоке информации за несколько десятков лет весь мир перебразился. Много грязной информации, много чистой информации. Видите? И чистота берет постепенно вверх. Вымывает эту грязь. В интернете много грязных вещей. Но много чистых вещей. И постепенно, 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 постепенно. Нам приводили этот пример еще в начале. Тут у вас стакан чернил. Вот такое невежество. Беспросветное невежество. Но вы льете туда вот струйкой тонкое молоко. Если у вас тонна молока, постепенно оно выйдет из чернила. Просто продолжайте, 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 продолжайте. Знания-то безграничны. Поэтому я скажу в заключение, что такой фанатичный человек, он должен быть под хорошим руководством. Тогда все хорошо. Евгений Проходин. Коренная причина невежества – это желание удовлетворять чувства, вожделение? Нет, причина, наоборот. Причина желания удовлетворять свои чувства – это и есть вожделение. Наоборот. Вожделение есть та причина. Оно врожденное, вот в чем дело. Врожденное. Вместе с этим телом мы его получаем. Материальным телом. Ринат Идрисов. Здравствуйте. Плохую судьбу нужно терпеть или все равно бороться с ней? Бороться за хорошие вещи придется всегда. Потому что в материальном мире идеальной судьбы не бывает. Всегда нужно бороться за свое духовное продвижение, так скажем. Всегда. Плохая судьба, хорошая судьба не имеет значения. В материальном мире нет идеальной судьбы. Придется всегда бороться. Как занять в служении жадность и гордость? Или как избавиться от них основательно? Можно, можно. Жадность можно. И гордость можно занять. Вот зависть нельзя занять, говорится. Никак. От зависти нужно отказаться. Жадность. Я слышал историю об одном полубоге. Есть такой полубог во вселенной. Он занимает очень высокое положение. Один из управляющих богов это Кувера. То есть он на уровне Господа Шивы где-то находится. Очень высоко. Вот как он занял это положение описывается в Пуранах. Как он стал. Занял это место высокое. Хранитель сокровищ вселенной. Кувера. Увидел кто-то из правителей, что этот полубог, когда он принимает омовение в реке. Регулярно. Ну как все цивилизованные люди. Он сначала умощается маслом. Процедура такая. Горчичное масло использует или кунжутное масло использует. Согласно дошим. Сначала перед омовением. А затем уже делают омовение. Так обычно делают. Очень полезно. И он намазывался маслом. Кстати, когда входил в воду, это масло стекало в воду с него. Это полубог, смотрите, не человек. И он собирал его сверху. И снова, значит, складывал. Эти остатки масла, которые в воде пятнами расплывались, он снова собирал. Вот такой был прижимистый. Полубог. Он стал хранителем сокровища. Это его природа качества, пожалуйста. Есть жадность, хорошо. Будьте жадными для Кришны. Нормально. Вожделеете, вожделеете Кришну. Нормально. Как-то можно это связать, видите. А вот зависть нет. Зависть никак с Кришной нельзя связать, потому что зависть означает, Кришна, уходи, я сам буду Кришной. Но никак не совмещается с личностью Бога. Просит рассказать о божестве Мирабаи. Мирабаи. Мирабаи есть такой дом во Вриндаване, где Мирабаи жила и служила Кришне. Там есть ее божества. Мирабаи считала себя его супругой. Такие божества в Мирабаи. Заходите в этот храм Мирабаи, он как дом Мирабаи. Храм не напоминает, а напоминает именно дом, апартаменты, где она живет с Кришной. Такое настроение можете почувствовать. Я не знаю, что больше добавить. Все вопросы так. Здесь у нас есть вопросы в нашей аудитории. Тогда на этом мы закончим эфир. Спасибо большое.